В городе Щелково уже более 20 лет работает предприятие по производству металлоконструкции «Арсенал Рост». Среди потребителей продукции завод LG в Рузе, торговый центр метро, гипермаркет «Леруа Мерлен» в Истри, гипермаркет «Косторама» в Щелкове еще немало других предприятий. На этой неделе завод посетил глава городского округа Щелково Сергей Горелов. Осмотрев производственные цеха, он по традиции пообщался с коллективом. Перед встречей с сотрудниками состоялось награждение наиболее отличившихся работников. Довольно большой процент сотрудников ЗАО «Арсенал Рост» – жители городского округа. Поэтому вопросы на встрече касались в основном жизни города. Основные темы – социальная политика и строительство. Есть сквер у нас, разознание. И вчера, неделю назад, мы узнали, что там землят вода вместо детской площадки будет торговаться. Сразу хочу спросить, откуда вы знали, что мы направлены? Сказали, что в кадастре есть. Не скрываем и говорим о том, что у того, кто выкупал права ряда, у него есть желание построить там не только торговый центр, но и в том числе и перенести детскую площадку, большой комплекс, сделать открытый детский игровой. Но пока мы этот вопрос не педалируем, и для себя определились, что надо еще и слушание провести. Обозначили и тему ликвидации второй смены в школах. И в этой связи прозвучал вопрос о строительстве школы на улице Шмидта. Был же проект на Шмидта? Он как-то не понятен, он заглох. Почему? Прошли даже конкурсы, там, по-моему, из Красноярска, но скоро должны быть контракт подписывать и выходить на площадку. А то есть все, реакция, да? Ну, прошли конкурсы, там, чтобы вы понимали, там, по-моему, если мне память не сделает, по-моему, 7 участников даже было, да? Из Красноярска, и, кстати, наши соседи, по-моему, были из Василия Зворовского, из Москвы, наверное, еще там уже прошли. Да, там сделали. Тема долгостроев также волнует сотрудников предприятия. Сегодня жители обращают внимание на два масштабных объекта, расположенных в самом центре Щелково – гостиницу и дом на набережной. Никто не берется. Не берется почему? Потому что, ну, во-первых, уже на первый день они стоят, вы видите, в какое состояние, да, приходит сам дом. Наверное, все-таки гостиница чуть лучше в состоянии, а дом, ее нужно так выкупить, потом какие-то, наверное, еще экспертизы, да, надо пройти, восстановить что-то, достроить, потом еще продать. Это очень долгоиграющий процесс, который довольно много времени займет. И еще непонятно, а кто-то кухнет или нет. Я не знаю, что будет с этими проектами, но знаю одно, что в банк есть инвесторы, которые обращались ранее и совсем недавно еще. Это произошло, по-моему, на прошлой неделе, на этой, планировали те, кто хотят выкупить гостиницу, по-моему, так, да? Абсолютно так. По поводу дома не готов сказать, и даже не готов сказать, готов ли будет банк рассматривать вопрос отдельной продажи, как отдельно гостиницы от дома, так и дома и на гостинице, может быть, только пакетом. Попросили сотрудники завода заняться и проблемой вродячих собак. Стаи периодически появляются на территории промзоны бывшего химзавода и порой очень агрессивно себя ведут. Глава обещал, что этот вопрос также будет взят на контроль специальными службами. Лилия Тимеева, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.